Добрый день, дорогие друзья! 13.30 четверг, это значит, что мы начинаем очередной торопранч. И сегодня, как и всегда, мы будем читать недельную главу, которую читают во всех еврейских общинах мира на этой неделе. Будем разбираться в том, что там написано, какое отношение то, что там написано, имеет к нашей с вами повседневной жизни. Будем читать ее не полностью, будем читать только те части, которые я из нее выбрал, которые несут такой наибольший смысл, больше всего описывают то, что там происходит. Как всегда, любые вопросы, идеи, замечания, несогласия приветствуются. Пишите их в чате по мере того, как будет двигаться наша встреча. Я буду читать чат и будем вместе находить ответы на те вопросы, которые там есть. Мы здесь на один час, то есть в половине третьего мы закончим. Тем не менее, сегодня такая особенная история, которую я должен, тем не менее, вам сказать до того, как мы начнем. Как вы знаете, я нахожусь в Тель-Авиве, у нас сейчас не очень спокойное время и, скорее всего, то предупреждение, которое я сейчас сделаю, никаким образом не понадобится. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь и думаю, что так и будет, но тем не менее, заранее переношу извинения, если мне придется внезапно закончить нашу встречу из-за воздушной тревоги. Такое может случиться, не удивляйтесь, такие реалии, переподключаться не надо, придется просто закончить. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что последние дни воздушной тревоги в Тель-Авиве звучат по вечерам, днем не звучит, поэтому надеюсь, что мы с вами спокойно сможем сегодня пообщаться. Вот, поэтому будьте готовы, должен вас об этом предупредить, такая реалия, в которой мы сейчас здесь находимся. Недельная глава на этой неделе называется «Бамидбар». Она называется точно так же, как и четвертая книга Торы. Вы наверняка помните, что Тор состоит из пяти книг, и это четвертая, мы начинаем ее. Именно поэтому книга четвертая называется «Бамидбар», как и первая недельная глава в ней, как и первое значащее слово в недельной главе. То есть вот такая логика названий в Торе. Это означает, что у нас позади формально три пятых Торы, и мы с вами находимся уже в очень таком увесистом положении. Мы достаточно много прочитали, мы достаточно много помним, и уже какие-то отсылки из второй половины Торы на первую половину мы можем вполне себе явно считывать и понимать без какой-то сторонней помощи. Это очень важно. И напомню, мы все еще находимся в пустыне. То есть это основное событие Торы, нахождение в пустыне, выстраивание того, как устроен народ, как устроена ритуальная жизнь. Вот мы про это, собственно, про все будем читать. Сейчас кратко, если попытаться описать то, про что недельная глава Бамидбар, то получается у нас такая с вами картина. Начинается недельная глава с назначения старейшин, колен. Да, то есть весь народ разбит на колено по сынам Якова, он же Израиль, мы посмотрим, как это там работает, и от каждого колена есть старейшина. Это очень красивое символичное действие, мы обязательно его прочитаем. Дальше происходит перепись населения. Это немножко скучная статистика, в плане того, что там нет никаких событий, просто некоторая часть главы Торы просто говорит, сколько человек находится в каком колене. Дальше Торы рассказывает про специальное назначение левитов, про то, как народ должен выстраиваться в пустыне на стоянку, и как он должен по пустыне перебегаться, есть определенные правила. Дальше происходит некоторое вручение, вручение левитов Аарон, мы остановимся на этом моменте подробнее, он достаточно важный. И заканчивается недельная глава Бументбар, инструкции для левитов, что конкретно они должны делать и как. Это то, что, соответственно, мы, наверное, подробно читать не будем, но в общих чертах мы это увидим. Итак, что у нас, значит, вот из этого всего у нас и состоит недельная глава Бументбар. И с каких слов она начинается, давайте посмотрим, поехали. Значит, недельная глава Бументбар начинается со следующих слов. И говорил Бог, обращаясь к Маше, в пустыне Синаевши, при откровении, в первый день второго месяца, во второй год после исхода их из страны египетской, так, произведите исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их, по отчим домам их, количеством имен всех мужчин поголовно. От 20 лет и старше всех поступающих войск в Израиле, их исчислите по ополчению моих, ты и Аарон, а с вами будет по одному человеку из каждого колена главы отчим домов своих. Значит, первое, на что я обращаю внимание, но это дефект этого времени, это обилие военной лексики, что де-факто считают народ по некоторым ополчениям. То есть мы понимаем, что мы читаем перевод, что оригинальный текст оперирует другими словами, но при этом мы в то же время понимаем, что переводчик, который выбрал для некоторого еврейского слова именно такое русское слово, выбирал его в том числе и по русскому контексту. Это действительно военное слово, войско, ополчение и так далее. То есть есть огромное значение оборонительное в процессе прохода по пустыне, в этой их жизни там, огромное оборонительное значение. На данный момент нам непонятно, зачем оно нужно, здесь никак про это не говорится, понятно, что мы постоянно находимся наготове к чему-то. Вот такая как бы странная история, никак здесь необъясняемая. Есть и другое мнение, оно говорит о том, что на самом деле эти слова подобраны здесь не из-за их военной коннотации, а из-за внушительного количества людей, что невозможно никак по-другому описать, то количество людей, которые сейчас находятся в пустыне, кроме как военными терминами. Как в русском языке говорится, ну это просто армия. Сейчас их тут значит. Когда мы говорим, употребляем слово армия, имея в виду огромное количество чего бы то ни было, там, не знаю, животных, насекомых, людей, мы не имеем в виду именно военную коннотацию того, что происходит, однако мы имеем в виду огромное количество. И возможно, военные слова, которые мы видим здесь, это про огромное количество людей, которые там находятся. То есть это два комментария, можете выбирать тот, который как бы вам ближе. В любом случае, Тора не дает нам сейчас ответа, что конкретно здесь имеется в виду. Точно понять, с какой коннотацией употреблены слова мы не можем. Большинство комментариев склоняются к тому, что, во-первых, количество, а во-вторых, уже функция. То есть это просто преимущественно про количество, тем более, что речь здесь идет про мужчин. Да, ну не тем более, несмотря на то, что речь идет здесь про мужчин, которые, скорее всего, в те времена несли больше военной службы, чем бытовой. Но это вот, да, такие размышления здесь мы не знаем точно. Я думаю, что нам очень сложно это сказать. Что мы видим? Что прошел год. Не просто прошел год, а прошел год и месяц после исхода из Египта. То есть вот в первый день второго месяца, то есть он еще не прошел, во второй год после исхода из страны египетской. То есть мы уже в пустыне год и один месяц. Очень важно. Нужно произвести исчисление всего общества сынов Израиля по семействам их, по отчим домам, количеством имен всех мужчин поголовно. Да, что это значит? Что это значит? Комментарии объясняют, что в зависимости от того, как конкретно глагол Тора используют для обозначения процесса пересчета, то мы можем понять, что как бы мы измеряем народ качественно или мы измеряем народ только количественно. Что есть у этого два совершенно разных смысла, что Тора может считать людей и по качеству, и может считать их по количеству. И вот здесь нам интересен именно количественный момент, что здесь, говорят комментарии, мы считаем статистику, мы считаем именно людей, сколько же у нас людей, зачем мы это делаем, для чего нам это нужно. Потому что на самом деле мы считали до вот этого места в Торе народ был пересчитан уже раза два точно. То есть раза два мы уже пересчитывали, зачем нам пересчитывать еще раз? Зачем вообще постоянно считать людей? Ничего такого глобального не происходит. Зачем считать людей? Это вопрос, на который сейчас не могу дать вам ответ. Ну, как бы такой у меня замысел. Я дам его чуть-чуть попозже какой-то. Возможно, у вас появится ответ получше, потому что, конечно, ни один комментарий вам до конца на этот вопрос не ответят. Мы повесим этот вопрос сейчас в воздухе. Если у вас возникают какие-то мысли по ходу чтения недельной главы или просто так, делитесь ими в чате. Зачем нам так часто пересчитывать людей? Для чего Всевышнему это нужно? Но тем не менее, вот мы видим, что еще раз мы всех пересчитываем. Давайте посмотрим, что же у нас из этого пересчета получается. Значит, для пересчета нужно выбрать глав колен, старейшин. Значит, вот имена людей, пишет Тора, которые стоять будут при вас. И дальше идут перечисления. Если вы смотрите на экран и видите текст, то вы видите, что часть слов написана маленькими буквами. Обычно весь текст пишется большими, но здесь вот часть слов написана маленькими. Маленькими буквами написаны те слова, которых вы видите нет. Они написаны для того, чтобы русский перевод был более гладкий, чтобы нам было понятно. Чтобы мы не путались, да, от Ревена или Цур, чтобы мы не путались, что это значит, вставлю на слово колено. Итак, кто же те люди, которые становятся старейшинами колен в пустыне? Вот их перечисление. От колена Ревена или Цур, сын Шдеура. От колена Шимона Шумиэль, сын Цуришадая. Я сейчас прервусь сказать, что я прочитаю все эти имена. Здесь нет ничего, кроме имен. Попробуйте вслушаться в эти имена. Попробуйте, если вы смотрите в текст, всмотреться. И попробуйте обнаружить что-нибудь интересное в этих именах. Потому что эти имена имеют огромный символический смысл. Просто вслушайтесь или всмотритесь, как вам удобнее уловить, что их объединяет. Давайте начнем еще раз. От колена Ревена или Цур, сын Шдеура. От колена Шимона Шумиэль, сын Цуришадая. От колена Иуды Нахшон, сын Аминадава. От колена Исахара Натаниэль, сын Цуара. От колена Звулуна Элиав, сын Хейлона. От сынов Иосифа. От колена Эфраема или Шама, сын Амиуда. От колена Минаши Гамлиэль, сын Дацура. От колена Бениамина Авидан, сын Гидони. От колена Дана Ахизер, сын Аминшадая. От колена Ашера Пагиэль, сын Охрана. От колена Гада Илиасав, сын Диуэля. От колена Нафтали Ахира, сын Эйнана. Это призванные из общества вождей отчих колен своих, главы тысяч Израиля. Аминшадая Аминшадая, если у вас есть версия, что объединяет эти имена, пожалуйста, пишите в чат. Это очень интересное наблюдение фонетического рода, на самом деле. На что мы можем сразу обратить внимание? Во-первых, на перечисление колен. Вот это перечисление колен. И в какой-то момент был такой момент, что у нас вот есть от сынов Йосифа и дальше колены Итраем, колены Минаши. Здесь стоит напомнить, что происходит. Почему-то каждый сын Якова становится родоначальником колена, кроме Йосифа. Вместо Йосифа родоначальником колена становятся два его сына, то есть фактически внуки Якова, Эфраем и Минаши. Но колен 12, и сыновей 12. Но только что мы видели увеличение количества колен на одно. Значит, где-то должно быть уменьшение. Если мы внимательно составим списочек, и сопоставим списочек упоминаемых здесь колен, и, соответственно, сынов Якова, и сопоставим его с теми сыновьями Якова, которых мы уже читали и знаем, мы увидим, что здесь нету Леви. Колена Леви в этом пересчете не участвует. Это очень важный момент. Вы обратили наверняка внимание, что при кратком пересказе, кратком содержании, в самом начале очень много места недельной главы было посвящено только Левитам. И это неспроста. Их нет в общем счете, у них отдельная функция. Соответственно, здесь их нету. Здесь 12 колен. Как они и дальше будут существовать, когда мы говорим про 12 колен, это вот эти 12 колен без Леви. Дальше. От каждого колена есть некий человек. Это не значит, что он глава колена на данный момент. Нигде об этом не говорится. Нигде не говорится, что он самый старый, самый мудрый или что-то такое. Но мы можем из контекста понять, что он действительно самый достойный в этом колене. И вокруг этих имен есть очень много комментариев. Почему именно эти люди? Потому что действительно их ничего не объединяет. Их никто не выбирал. Их не объединяет там происхождение или что-то еще. Просто вот есть вот эти люди. Считается комментаторами, что эти люди были теми, кто не запятнал себя в участии грехам, в участии в грехе золотым тельцом. Они себя не запятнали. Они не были там. Они не сдавали свое золото для того, чтобы появился идол. Именно поэтому они выбраны. Есть такой комментарий очень интересный. Он вряд ли... Да, он для нас сейчас ничем не обоснован. Просто комментарий, который сказал, что вот эти люди, они не участвовали в трехпадении золотым тельцом. Почему вдруг комментарий так решил? Разберемся. Есть еще один интересный комментарий. Касается конкретно вот этого человека, Нахшона, сына Аминадава. Существует комментарий, Медраж, в Торе, обратно, говорится, что Нахшон, сын Аминадава, был первым из тех, кто вошел в море, во время исхода из Египта, до того, как оно раступилось. Существует такой красивый Медраж, что вот евреи вышли из Египта, значит, дошли до моря, перед ними море, там уже, значит, за ними погоня египтян, они не знают, что делать, ропчатно на Моисея, Моисея стоит, подняв руки к небу, чтобы море раступилось. Всевышний сделал некоторое чудо, оно не происходит, и вот Нахшон, Аминадав входит в это море, идет вперед, несмотря ни на что, море не раступается, доходит ему до рта и носа, и только тогда начинает раступаться, и вот его вера, она, мол, была той самой необходимой каплей, чтобы чудо-таки, да, произошло. Это Медраж, да, мы нигде не видим, на самом деле, записанную эту историю, в Торе, ну вот есть такой Медраж, который рассказывает про этого человека. Теперь, что еще, как бы здесь нам интересно, почему комментарии решают, что действительно эти люди самые достойные, самые достойные из своих колен, и что вот их выбрали не просто так, а правда это того стоило и так далее. Комментарий делает потрясающую вещь. Он говорит, смотритесь в имена этих старейшин колен, и вы увидите, что почти в каждом, комментарий, который я читал, конечно, говорит, что в каждом, но я не нахожу в каждом, этого, вот, может быть, просто невнимательный смартфон, в каждом присутствует кусочек, который называется Эль, что в иврите, некоторое обращение к Богу, что это признак присутствия, как бы, как Элогим на иврите, одно из имен Бога, так вот это вот отсылка, Эли, мой Бог, да, и это такая, как бы, история про упоминание Бога в имени, в имени ребенка, в имени человека. И дальше мы можем посмотреть и увидеть, что, посмотрите, что происходит. От колена Рувена, Элицу, от колена Шимона, Шлуми Эль, Иуда Нашон, Аминадав, здесь почему-то такое исключение, непонятно, Исахар, Натаниэль, от Зволуна, Элиав, от Эфраима, Элишама, от Минаша, Гамлиэль, от Бениамина, значит, Авидан, еще одно, да, исключение, но здесь, здесь, есть некое объяснение, как и у Нашона, Нашона есть небольшое объяснение, почему так, но сейчас дойдем, значит, Дан, тоже вот Ахиеза, сын Амишадая, тоже как будто нету, но на самом деле есть, сейчас я вам покажу, у Ашера Пагиэль, у Гада Эль и Ассав, еще и сын Деуэля, то есть, понятно, дважды упоминается, Нафтали, Ахирс и Нейнана, тоже как будто бы нету, окей, да, то есть, у нас есть в большинстве имен упоминание имени Бога, когда мы смотрим, например, на Нашона, сына Амина Дава, мы видим очень интересное имя, во-первых, мы видим имя Нашон, в переводе с Эверито-змей, измейший символ колена Иуды, когда Яков дает своим сыновям благословение перед смертью, он сравнивает каждого из своих сыновей с некоторым зверем, вот Иуда это змеи, вот как будто Нашон, это тот самый змей, и сын он еще Амина Дава, Амина Дава, то есть, имя Амина Дава, в переводе с Эверито-ам, да, это народ, Ами, это мой народ, Надав, это пожертвовал, буквально, то есть, это пожертвованный моему народу, жертву моему народу, какая-то такая вот история, соответственно, у Нашона Беноминадала на самом деле очень осмысленное имя, оно очень насыщено всякими разными символами. У кого мы еще встречали необъяснимое нам имя без Эли, и что нам говорят про это, что нам говорят про это, комментарии. Эфраем и Лешама, Минаше, Гамлиэль, Бениамин, вот, Авидан, сын Гдоне. Значит, Авидан, да, здесь такое, как бы, тоже имя весьма интересное, Аф – это отец, Ави – это мой отец, Дан – это справедливый, как бы, мой отец, справедливость отцу моему, или там, такая должна быть игра слов, да, опять-таки, насыщенное имя очень вот этим вот символизмом, и понятно, что мой отец здесь может иметься, как и отец Гидоне, так и что, скорее всего, Всевышний. И еще одно имя без Эли, это Ахиезер, сына Амишадай, я бы перевел, я не знаю точно, как это переводится, но я бы перевел Эхиезер, это как бы, там, не знаю, нет, я бы не стал сейчас переводить, не уверен совсем, но в имени его отца, Амишадай, присутствует имя Бога, но другое, Шадай, есть такое имя Бога, вы знаете, что в религиозном мире у Бога достаточно много имен, каждое имя, оно что-то значит, если Илия, это как бы Бог мой, это наиболее, наверное, правильный перевод, то Шадай, это заботящийся Бог, вот как бы, если так пробовать передать смысл этого имя, то есть Бог, который опекает, заботится, защищает, то это Шадай, и, соответственно, здесь в имени отца Хезера тоже спрятано имя Бога. Соответственно, комментарии говорят, что в каждом из этих имен есть огромное количество символов, обращенных к Всевышнему, и мы можем допустить мысль, что раз люди так называют своих сыновей, это значит, что эти сыновья происходят из семи очень верующих Всевышнему, да, и раз это очень верующие Всевышнему люди, скорее всего, они праведные, раз они праведные, они не могли участвовать в грехе золотого тельца, а стало быть, это именно то, почему их выбрали в качестве глав колен. Вот это очень интересная логическая связь, она красиво показывает, как и работает комментарий, да, откуда комментаторы вдруг понимают, там, или берут какие-то идеи о том, о чем на самом деле текст говорит. Вот так это работает. Они посмотрели на имена, они увидели корни, они поняли, что эти корни относятся к Всевышнему, они сделали допущение логичное, что, скорее всего, раз так называют своих детей люди, то они очень верующие, богобоязненные, а значит праведные, а значит в грехе золотого тельца, скорее всего, не участвовали, вот, ну и поэтому их выбрали. Потому что на самом деле грех золотого тельца мерило для того, что произошло, это одно из ярчайших, наверное, событий последнего года впустыне. Больше, в общем, ничего такого, такого яркого и не читали. Вот это вот такая вот длинная остановка на именах, чтобы нам составить вообще представление и показать, как работает Миндраз, что очень красивый, красивый пример. Значит, дальше то, на что пишет. Дальше, на самом деле, там огромный кусок, как эти старейшины пересчитывают людей в своем колене. И в конце концов, надо все сложить и получить, что те, кого исчислили Машея, Аарон и вожди Израиля, которых мы только что, при которых мы только что читали, это 12, значит, человек, каждый от очего дома своего. И было всех исчисленных сынов Израиля по очим домам их от 20 лет и старше всех поступающих войск в Израиль было всех исчисленных 603 550. Левиты по очему колену своему не были исчислены среди них, что мы, в общем-то, и видели. 603 550. Тор насчитывает такое количество людей в кустыне на данный момент. И здесь есть большой вопрос. Комментаторы говорят, что вот в прошлый раз, когда Тор считала людей, получилось точно такое же число. Точно такое же. Может ли быть такое, что здесь происходит не то, что нам кажется. Или, говорят комментаторы, это на самом деле пересказ того, что мы читали раньше. Потому что раньше точно такое же число мы уже встречали. И это интересный тоже момент, потому что, с одной стороны, здесь есть достаточная аргументация для библейской критики, о которой я тоже много раз на самом деле рассказывал на наших встречах, что направление такое восприятие Торы, которое говорит о том, что Торы написано группой авторов. Группой авторов рукотворно, несомненно, боговдохновенно, но при этом рукотворно написано группой авторов. Так вот, возможно ли это, что это один из таких примеров, когда просто взяли и пересказали что-то, что уже было, еще раз. И, соответственно, пересказывая, получили, естественно, то же самое число, что и мы встречали раньше. Развивая эту мысль, есть теория о том, что вообще, в принципе, книга Бамидбар, вот эта вот четвертая книга Торы, была написана гораздо позже трех предыдущих. Была написана во времена Эзра, это столетиями позже. Да, поэтому она содержит пересказ. Есть такое мнение. Но комментаторы говорят, что нет, скорее всего, так не может быть, потому что, если бы она была написана так поздно, то имена, которые мы читали только что, имена этих старейшин были бы другими, потому что не называли людей уже так, в то время, когда был Эзра, эпоха храмов Иерусалимских. Так уже людей вряд ли называли бы. То есть, вот два мнения. При этом ни то, ни другое в достаточной мере неубедительно. Однако, есть очень интересный комментарий, который говорит, да, получилась та же самая цифра, не потому, что здесь пересказ того, о чем мы читали раньше и какого-то предыдущего пересчета, а потому что, говорят комментарии, это счет для другого. Что на самом деле это счет не просто количества людей, а это упорядочивание народа. что в этом пересчете для нас важно не столько количество, сколько как люди будут организованы, как будет организована их жизнь, как они будут идти по пустыне, как они будут организовывать свои стоянки, как они будут управляться, как они будут в конце концов все свои религиозные обряды совершать. Именно поэтому здесь приведен этот пересчет, и он естественным образом совпадает, потому что он сейчас делается для другого. И это такой тоже интересный очень комментарий, но в любом случае очень важно то постоянно считать людей. И вопрос, зачем пересчитывать людей так часто, это же не имеет на самом деле такого огромного религиозного метафизического смысла пересчет мы уже посчитали, мы знаем плюс-минус, может быть, что-то отличается, ничего не отличается. Но какой в этом смысл? Не может быть так, что с одной стороны Тора дает такие этические глубокие нормы, как уважение к родителям или соблюдение шабата, а с другой стороны просто так считает на равновремя людей. Должен быть у этого какой-то смысл. И вот комментаторы говорят, что на самом деле многократный пересчет людей свидетельствует о любви Всевышнего. Это очень занятный комментарий. Он говорит о том, что Всевышний так любит свой народ, так за них волнуется и переживает, что каждый раз пересчитывает, каждый раз смотрит, что все в порядке, каждый раз перебирает людей, то есть смотрит, что все здесь, все в порядке, каждый им присмотрит. Это занимательный комментарий, потому что он не про статистику. Все остальные комментарии плюс-минус про статистику, как мне кажется, про то, что вот нам надо знать, сколько людей таких-таких и таких, чтобы понимать, какая численность нашей армии, потому что служить, согласно Тории, могут те, кому 20 и больше, чтобы нам знать, сколько у нас в этом колене, сколько в том колене, сколько людей, которые будут заниматься храмом, поэтому нам важно всех пересчитать. А этот комментарий говорит совершенно о другом. Он говорит, что на самом деле за этими пересчетами скрывается неимоверная забота о каждом человеке отдельно. И здесь очень красивый мысль, что Всевышний, пересчитывая, не хочет получить то же самое число. Он не хочет увидеть, что сколько людей вышло, сколько людей пересчитывая. Пересчитывая, он хочет показать, что о каждом помнят, о каждом знают, что каждый человек влияет на то, что происходит, что нам важно помнить про каждого человека, поэтому мы каждый раз будем сверять вашу дату рождения, мы каждый раз будем смотреть, что вы здесь, мы каждый раз будем вас пересчитывать, потому что нам очень-очень важно. И отсюда вытекает идея, очень распространенная в еврейских религиозных кругах, о том, что община еврейская, еврейский народ, это сообщество душ. Что это не просто некоторая толпа людей, которые приходят в синагогу на большие праздники, а это души отдельные, которые стоят на самом деле за количеством, за общим количеством. То есть когда на праздник приходят сто человек, это не значит, что сто человек это община, это значит, что за этими ста людьми есть души человеческие, которые, делая что-то вместе, создают эту общину, личное, огромное личную часть. И вот этот комментарий, он дает такую очень человеческую окраску, в общем-то, весьма формальной статистики. И этим мне этот комментарий на самом деле очень нравится. Этим комментарий мне очень нравится, и мне кажется, это наиболее обоснованная история, потому что все остальное действительно можно было бы сделать по-другому на основе другого недавнего пересчета. Да, но то, что мы пересчитываем людей так часто, мы так часто смотрим, спрашиваем, как у них дела, и для нас вот эти 603 тысячи 550 человек без львитов, это не просто как бы 603 тысячи. Важно, что у каждого из них, что у них происходит, а поскольку то, что происходит у людей, оно постоянно меняется, поэтому мы постоянно будем их пересчитывать. Вот это, мне кажется, очень красивым объяснением, очень согласующимся с тем, что вообще в принципе в Торе написано. Давайте пойдем дальше и попробуем посмотреть, что с левитами, что у нас с левитами. Значит, продолжаем, да, Бог обращается к Маше и говорит, только колено леви не считай, исчисления им не производи среди сынов Израиля. Понятно, мы это уже поняли, мы обратили внимание, что левитов нет, мы обратили внимание, что их не посчитали, мы поняли, что это по указанию Всевышнего. Зачем это нужно? Читаем дальше. Вот зачем. Поручи левитам наблюдение за шатром откровения и за всеми принадлежностями его и за всем, что при нем. Они будут носить шатер откровения и все принадлежности его и служить при нем и вокруг шатра откровения стоять станом и при подъеме шатра откровения в путь пусть складывают его левиты, а когда остановится шатер откровения, пусть ставят его левиты посторонней же, который приблизится, предан будет смерти и расположатся сыны Израиля, каждый встанет своем, и каждый при знамене, своем по ополчениям своим. Левиты же будут стоять встану вокруг шатра откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израиля, и будут нести левиты стражу у шатра откровений, и сделали сыны Израиля все, как Бог повелел им, так они и сделали. То есть вот описание, что должны делать левиты. Левиты должны делать совершенно отдельную историю, совершенно другие функции они должны выполнять. Вот они описаны. Грубо говоря, в двух словах левиты должны наблюдать за шатром откровения. Это какая-то совершенно особенная, отдельная и важная функция, и когда левиты заняты этим, ничьим другим заниматься уже невозможно, она вымещает все остальное. Поэтому считать их в общем числе народу для каких-то экономических моделей, для того, чтобы понять, как устроить, например, армию, для того, чтобы какие-то административные функции выполнять, не имеет смысла их считать. И земельный надел не имеет смысла им давать, потому что они очень сильно заняты. Это очень большая ответственная работа, наблюдать за шатром откровениями. Нельзя ни на что отвлекаться, нельзя ни на что отвлекаться, соответственно, нельзя дать этому делу недостаточно времени из-за того, что ты занят чем-то другим, и у тебя есть какие-то кроме этого обязанности. Что конкретно они должны делать? Вот они будут носить шатер откровений и все принадлежности, служить при нем и вокруг шатера откровений, стоять станом. То есть в этой недельной главе Тур будет описывать, как евреи должны становиться. То есть вот эти колена, у них будет конкретно определенное место относительно друг друга. Это вот будет означать стан. Вот это вот там, где они должны стоять, у них будет свое место относительно всех остальных. И так как они будут расставлены, они ровно таким же порядком должны будут двигаться в пустыне. То есть они все время находятся рядом с определенными коленами и так далее. То есть не может быть, что сегодня Игуда здесь, Шимон здесь, Ифраем там, а завтра они поменялись местами. Нет, там они стоят, там они и стоят, там они и идут. Все одновременно двигаются, вот это огромное количество людей. А левиты, соответственно, находятся вокруг шатра Откровения, который в свою очередь находится в самом центре колен. Так в этой же неделе Лавета это описывается. Да, и поскольку им надо постоянно еще и передвигаться, то они что делают? При подъеме шатра Откровения в путь, пусть складывают его левиты, когда становится шатер Откровения, вот они его ставят, то есть они вот этой всей логистикой они и занимаются. Но никто посторонний этого делать не может. Не может под страхом смерти, да, каждый посторонник, который приблизится, предан будет смерть. почему? Потому что Тора все время, когда дело касается шатра Откровения, все время борется с некоторой, знаете, легкомысленностью, да, в отношении этих обязанностей. Это то, как я себя вижу. Невозможно, что человек там сегодня, значит, является плотником и все там делает, все плотнические работы в своем колене. И вот у него выдалось пять минут, и он пошел помогать левитам делать, совершать их обязанности. Нет. Чтобы совершать обязанности, нужна определенная подготовка и так далее. То есть невозможно взяться просто легкомысленно за эту работу. Несмотря на то, что она, конечно, во многом физическая. Собирать шатер, разбирать шатер и так далее, и тому подобное. Во многом физически. Но просто так ей заниматься нельзя. Если человек занимается просто так такой важной работой, он не понимает и не отдает отчета о том, сколько смысла и работа мозга нужно вложить в эту работу, то его смысл жизни тоже непонятен. Это вот очень сложная мысль. Я ее уже транслировал несколько раз в предыдущих Торбранчах, когда мы с вами говорили о смертной казни. Я говорил о том, что вот смертная казнь, мы на все смотрим метафорически в Торе. Мы редко останавливаемся на прямом значении, мы идем глубже, смотрим метафорически, так вот давайте про смертную казнь тоже смотреть метафорически. И она скорее говорит не о том, что нам надо убить человека, а о том, что смысл его жизни потерян. Да, потому что каждая человеческая жизнь, она очень важна и цена для Всевышнего, но в этом конкретном случае почему-то нет. Почему-то смысл жизни потеряется. в нашей недельной главе в Бумитбарге, если мы видим, что человек не отдает представление о том, насколько важна может быть работа и подготовка к ней, и знания, и не ценит, и думает, что каждый может справиться, и он тоже может справиться, это значит, что скорее всего ничего толкового в жизни этого человека не выйдет. Вот можно так толковать то, что здесь написано. Я думаю, что примерно мысль, которую я веду, она понятна, мне кажется, я не смог до конца выразить, но вот это то, что я здесь читаю за вот этими суровыми словами о смерти. Окей. Дальше, о чем еще Тора нам пишет здесь? Тора дальше начинает рассказывать про родословие Аарона и Маше, что очень интересно, обратите внимание. Тора пишет, вот родословие Аарона и Маше, когда говорил Бог с Маше на горе сына. Вот имена сыновей Аарона, первенец Надав, Иавиу, Илазар и Тамар. Это имена сыновей Аарона, коинов помазанных, которых он уполномочил служить. Но умерми Надав и Авиу перед Богом, когда воскурили они огонь чуждый перед Богом в пустыне Синай, а детей не было у них и служили Илазар и Тамар при Аароне отце своем. Соответственно, мы видим интересную историю, что Тора вообще-то говорит родословие Аарона и Маше, их родословие, но упоминает только сыновей Аарона, Надава, Авиу, Илазар и Тамар. Почему? Комментаторы говорят, потому что их служба первосвященническая была передана им не просто от отца вот этим четырем сыновьем, не просто от отца Аарона, но и от Моисея, что он их посвящал. Поэтому происходит такая история, что он как будто бы имеет к ним отношение. Может быть, не в прямую родственное, может быть, не это, который имеет в виду, но то, что отношения этих людей совершенно особенные, это мы абсолютно точно можем как бы констатировать. Здесь упоминается Надав и Авилл, несколько недель назад мы читали про них, они неправильно повели себя во время же отношения и погибли, и остался у Аарона и Тамар, и Элизар. Вот это первосвященники, которых мы имеем сейчас, их трое. Что происходит дальше? Бог, обращаясь к Маше, говорит, приведи колено Левии и представь его к Аарону, к Оину, дабы помогали они ему. И пусть несут они стражу за него и стражу за все общество пред шатром откровения, исполняя службу при шатре. И пусть наблюдают за принадлежностями шатра откровения и за обязанностями сынов Израиля, исполняя службу при шатре. Отдай же Левитов Аарону и сыновьям его полностью отданы они ему из сынов Израиля. Аарону же и сыновьям его поручи, чтобы наблюдали они за службой их, посторонний же, который приблизится, предан будет смерти. Это опять вот эта формулировка повторяется. Что здесь, на что я бы хотел обратить внимание, что есть перевод, который говорит о том, что Маше не просто там представляет, да, и не просто не просто передает, да, вот здесь было где-то, я сейчас не могу найти этот загон, но он вручает Левитов Аарону. И занимательный комментарий есть, который говорит о том, что это вот вручение это не то же самое, что подчинение. Что на самом деле здесь очень интересно с точки зрения руководства, да, с точки зрения того, как устроено, организовано служение в храме, все очень необычно. Это не Аарон, который идет и говорит, так, мне нужны здесь помощники, давай мне вот Левитов в количестве, там чуть ли не 8 тысяч людей, они будут, значит, делать то, что я им скажу. Нет, все происходит совершенно по-другому, все происходит совершенно по-другому. Моисей приводит эти 8 тысяч человек на минуточку и вручает их первосвящением, вручает их Аарон и говорит, они тебе будут помогать. Они тебе будут помогать, а ты со своими сыновьями наблюдай за их службой. Это не тот найм на работу, который мы привыкли обычно видеть. Это совершенно не такая логика, которая нам обычно. И комментарий вот этот вот занимательный, про который я начал говорить, он рассказывает, что на самом деле история здесь про то, что Левиты действительно не так, чтобы подчинены Аарону. Это не такое подчинение, которому мы привыкли на всяких рабочих местах, а на самом деле это правда помощники. И та схема вручения Левитов Аарону, которую мы видим, обеспечивает то, что первосвященник, кем бы он ни был, сейчас это достойные люди, но кем бы он ни был в будущем, он не может просто все свои обязанности взять и переложить на Левитов. Он не может воспользоваться своим каким-то административным ресурсом, превысить свои полномочия. Так не может быть. В этой истории это невозможно. Есть понятная функция, которую делают Левиты, есть понятная функция, которую делают первосвященники. Левиты делают огромное количество работы, первосвященники наблюдают за службой, контролируют, смотрят, что все будет действительно правильно, потому что у них в общем гораздо больше духовная база для этого. Это такой интересный момент организации. В очередной раз, мы много раз видели эти примеры в Торе, и вот в очередной раз мы видим, как система выстраивается дальновидно и долгосрочно, без ориентира только на тех людей, с которыми мы имеем дело сейчас. Не может быть система, неважно она, религиозного управления или гражданского, подстроена под одного человека. В Торе это невозможно, не может быть что-то. Но они же классные, им можно до конца доверять, пускай организовывать все как надо. Нет, такого не может быть. Система должна быть организована так, чтобы любой человек, который там окажется, потому что там оказывается человек, это очень важно, что любой человек, который там окажется, будет делать и организовать все очень правильно. Система будет ему в этом помогать. Не перекладывать дополнительную ответственность на него, что раз ты здесь, ты еще значит должен не просто свою работу делать, но и значит заботиться о том, что все организовано как нужно. Нет, система уже организовала для тебя работу как нужно, занимайся просто своей работой правильно и хорошо. Это очень важный момент на самом деле. Преимущественно представляется религиозный мир, такой ортодоксальный, он представляется каким-то скорее монархичным, чем демократичным, но в Торе мы видим совершенно другую историю. Что Тора пишет еще? Тора пишет, что Бог, обращаясь к Маше, говорит, вот я взял левитов из среды сынов Израиля вместо всех первенцев, открывающих утробу из сынов Израиля, чтобы моими были левиты, ибо всякий первенец мой, когда умертвил я всякого первенца в стране египетской, осветил я себе всякого первенца в Израиле, человеку до скота. Мои они, я Бог. Кратко, о чем здесь идет речь? Кратко идет речь о том, что Всевышний чуть-чуть меняет, чуть-чуть меняет то, как все было устроено до этого момента. До этого момента было устроено так, что была десятая казнь, когда евреи были еще в Египте, казни египетских первенцев, и когда Дух Всевышнего ходил по Египту и умертвлял одних первенцев и обходил стороной других первенцев, я имею в виду еврейских первенцев, то считается, что с этого момента эти еврейские первенцы все обязаны Всевышнему, они его, потому что он обошел их. И считалось, пишут комментаторы, что любой первенец мог, имел право приносить жертву в храме. Да, мог быть там. Но, поскольку ситуация изменилась, обратите внимание, это изменилось прямо в Торе, и случилось грехопадение с золотым телецом, где все колена так или иначе были задействованы и виноваты в той или иной мере, то обязанность, возможность, честь приносить жертву с первенцев переложена на левитов. Теперь они особенные, такие выделенные, потому что колено левита не участвовало в грехе с золотым телецом. Это еще один, кстати говоря, вот я забыл, а это важный еще один аргумент к комментарию о том, что лидеры колен, которые были выбраны в начале недельной главы, они выбраны потому что не участвовали в грехе золотым телецом. Вот здесь целое колено в той же недельной главе, которая не участвовала, это их во многом объединяет. Соответственно, вот такое происходит изменение, теперь левиты как бы вместо этих первенцев. А что с первенцами? Из числей сынов левитов, левитов, отчим, домам, их по семействам, их всех мужчин от одного месяца и старше из числей, то есть мы все равно их пересчитываем, то что они занимаются какой-то особенной работой и так далее, это не означает, что мы о них не заботимся, мы все равно их пересчитываем. И вот Машейх их посчитал, их посчитал, как ему было велено. И вот сыны левиты имена Махгершон, Кеад, Марари, и вот имена сынов Гершона по семействам их Ливни и Шими, сыны Кеад по семействам их Амарам, Циар, Хеврон и Узиэль, сыны Марари по семействам их Махли и Муши, это семейство Леви по отчим домам, их у Гершона семейство Ливни и семейство Шими, это семейство Гершона исчисленных у них считаем всех мужчин от одного месяца старше 7500 их 7500 и да вот мы видим что точно то же самое что происходило там с другими коленами здесь тоже произошло их тоже посчитали на самом деле вот эту часть я привожу только что да чтобы мы видели что их точно так же предсчитали и вот говорил Бог обращаясь к машине так возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо их скота и будут левиты моими я Бог что же до выкупаемых 273 лишних против числа левитов первенцев из сынов Израиля то возьмешь 5 шекелей с главы шекелями священными возьми 20 монет гераф в каждом шекеле и отдай и это серверу ровно и словям выкуп за лишних из них вот у нас появляется такой закон заповедь о выкупе первенцев очень известная которая действительно до сих пор она до сих пор происходит до сих пор делают вот это выкуп этот выкуп первенцев происходит именно по тому что мы сейчас посчитали потому что первенцы заменены левитами левиты служение храм и функция это возложенные изначально первенцы теперь возложенные левитов и вот мы должны их выкупать вот как бы такая вот логика здесь написано даже сколько нужно с каждого выкупать появляется такой символ это в общем не самый конец недели главы но уже близко к окончанию в чате появился вопрос что если упоминание греха безразличия левиты не участвовали но и не препятствовали выходят я так понимаю что речь идет о речь идет о золотым тельцом вообще вопрос очень интересный по поводу безразличия что такое вообще грех грех безразличия конечно он есть только он не так называется а мы мечтали на самом деле про него мне кажется неделю назад мы именно про него читали это история про стоять на крови ближнего своего или класть притыкание перед слепым или что-то вот 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 может быть это было две недели назад сейчас я точно уже не скажу но в одной из последних недельных глав есть целый в общем набор вот этих этических норм и там есть есть безразличие запрещение безразличия что мы не можем безразлично смотреть на то что происходит с ближними теперь это первая история значит дальше второй вопрос который здесь есть про тельца что за этот грех погубили три тысячи человек левитов двадцать две тысячи могли подавить запросто да могли подавить запросто но еще раз когда мы говорим о смертной казни в Торе и о смерти в Торе мы говорим про потерю смысла жизни что смысл жизни этих людей потерял да то есть это история когда мы не можем на самом деле в прямую заменить одно другим это совершенно разные смысловые вещи даже если люди совершают грех золотого тельца но они за это не не казнены условно говоря мы все равно понимаем что смысл их жизни потерян на время или навсегда поэтому вот еще такой важный важный деталь третья важная деталь это контекст в котором происходит грех золотого тельца его нужно обязательно вспомнить что в момент когда происходит грех золотого тельца Моисея как лидера нет он находится на горе Синнай кто есть как лидер есть его брат Арон и Арон да делает соответственно то что делает он как бы берет процесс в свои руки поэтому я просто мысль составляю поэтому у меня есть такие паузы поэтому очень важно понимать левиты не подняли бунт тогда потому что если бы они сказали бы все происходит неправильно мы значит пойдем сейчас тут всех как бы раз дорогие друзья кто еще здесь все хорошо у нас была воздушная тревога поэтому пришло прерваться всем 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 спасибо большое у нас все приятно вот просто нужно быстро уходить вот мы сегодня закончили продолжим через неделю и все 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 Субтитры подогнал «Симон»